В многоборье ГТО приняли участие семейные команды из 16 муниципалитетов Кузбасса. Каждая команда состояла из мамы, папы, ребенка и представителя старшего поколения, бабушки или дедушки. Ленинск-Кузнецкий городской округ представляла дружная семья Комовых. Мы принимаем участие в фестивале второй раз. Мы участвовали в прошлом году. И этот год мы решили принять участие, потому что ребенок последний год подходит по возрасту, потому что дети участвуют до 10 лет. Нам нравится участвовать, потому что это семейный праздник. Мы берем с собой бабушек, дедушек и они тоже с нами тренируются, готовятся. Прям семейный праздник сближает к родственникам. Фестиваль ГТО поистине уникальные соревнования. Они позволяют привлечь к занятиям физкультурой и спортом людей самого разного возраста. В Ленинске-Кузнецком центром объединения семейных команд стал стадион «Шахтер». Большое спасибо городу Ленинск-Кузнецкий за такой теплый прием, за такую ответственность в подготовке, за такое рвение к тому, чтобы праздник получился на все 5 баллов. В спортивной программе фестиваля «Многоборье ГТО» семьи выполняли нормативы испытаний комплекса ГТО и приняли участие в семейных стартах эстафета ГТО. Среди основных тестов – поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на 60 метров, подтягивание из виса на перекладине, метание мяча, прыжок в длину с места. Участников регионального этапа фестиваля ГТО ожидали самые разные испытания на силу, ловкость, выносливость и, конечно же, меткость. Для участников и гостей праздника была организована работа спортивно-творческих локаций. Семейная фотозона «Я выбираю ГТО», презентация инновационной площадки для детей от 3 до 6 лет и их родителей, мини-стадион «Крошка-ГТОшка». Кроме выполнения нормативов ГТО, участники фестиваля приняли участие в творческом конкурсе рисунков на тему «Моя семья – самая спортивная». Большинством голосов участников фестиваля была выбрана творческая работа семьи Черновых из города Киселевска. На торжественном параде открытия фестиваля почетные гости вручили руководителям муниципальных центров тестирования ГТО сувенирные юбилейные медали, приуроченные к 90-летию ГТО и золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО, участникам, успешно выполнившим нормативы испытаний комплекса ГТО в 2021 году и первом квартале 2022 года. А победителем регионального этапа фестиваля стала семья Жидеевых из Беловского городского округа. Наша команда семейная, они работают постоянно, участвуем в этих соревнованиях. Это сплачивает как-то, это все хорошо, нормально, так это надо дальше продолжать это все, считаю, что так. Теперь семейной команде Беловского городского округа предстоит стать участником третьего этапа фестиваля ГТО, продемонстрировать свой уровень подготовки уже на всероссийском уровне. Анна Кирилова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.